Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в мир земли будущего, которым правят смертоносные машины и продолжаем следить за развитием событий в истории охотницы Элой в игре Horizon Zero Dawn. Прошлая серия, друзья, была очень насыщена экшеном. Мы с вами начали с охоты на буревестника, далее бросили вызов вождю Аратаку и нам устроили испытание, по условиям которого мы должны были сражаться с роботами на время. Роботов было много, в конце что-то пошло не так и нам встретились три ледоклыка. Это огромные робо-медведи, очень мощные, очень толстые, очень тяжело с ними сражаться, особенно когда их три. Далее мы с вами помогли какому-то бедолаге, который по пьяни там где-то начудил, с кем-то подрался. В итоге все думали, что он убил того из племени Карха, на самом деле нет. Убивали их те же бану, какие-то обозленные там на прошлое преступления Карха. Помогли этому товарищу, но в конце тоже сразились с двумя ледоклыками. Медведей было в прошлой серии, друзья, какая-то немыслимая концентрация и я устал, честно говоря, с ними сражаться, но что ж, давайте продвигаться дальше. У нас нет особого выбора, я думаю, что если игра в следующей схватке бросит нам пятерых, а то и десятерых медведей, ну что ж, будем скрипеть зубами, но постараемся затащить эту схватку. В данный момент я иду сейчас по квесту «Общая тайна». Мне нужно найти направляющую, чтобы улучшить свое копье. Перед тем, как мы с вами пойдем дальше, по основному сюжету давайте, да, все-таки завершим историю с копьем. Нам остается буквально 370 метров, и мы с вами на месте. Так, тихо-тихо-тихо, кто там? Пилозуб, да? Пилозуб дорогой. Хорошо, ну что ж. Хотя, с другой стороны, друзья, а зачем нам с пилозубом разбираться так? Давайте приручим, и он, собственно, сделает половину здесь работы, как я думаю, да? Сейчас мы примерно поймем, кто где. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Вот это я не учел, я думал, это светильничек светится. На самом деле, это кто-то сидит, да, там рядом. Тихо, Элой, только прошу тебя, не разбейся, я тебе умоляю, не разбейся. Ну что, пилозубчик, работай. Работай, дорогой. Все, развлекайтесь, а мы пошли дальше. Да, мы не будем следить за ходом схватки, нам это, в общем-то, не интересно. Мне всего лишь нужно было пройти, но пройти так эффектно. Так скажем. Хорошо. Вон там, война идет вообще, смотри. Но пилозуб, конечно, мощный парень, он всех порвет. И даже собрата пилозуба рвет запросто. А мы с вами практически пришли, смотрите, здесь бобры какую плотину нагрызли. Да? Местные. Шучу, друзья, это просто мост. Построили его, конечно же, не бобры. Кто у нас здесь может быть? Давайте осмотримся. Вроде как никто, да? Что у нас там, кстати? Мы с вами почти пришли. Какое-то местечко, которое на карте выглядит достаточно интересным, да? Здесь тебе и самоцветы, здесь тебе и дверь какая-то похожая на дверь бункера Притечь, да? Который у нас обычно попадается здесь по миру. Сюжетные и несюжетные. За кадром немножко восстановил запасы зелий. Три плюсика нафармил. В общем, готов, как говорится, к труду и обороне. Наверное, про эту пещеру говорил Шамейхо. Глубокая и не сама появилась. Угу. И ловчие там сидят. Черт бы их побрал. Как они меня запарили. Это самый муторный и бесячий противник, наверное. Можно, кстати, вот эти штуки? Как-то да. По-любому тут не одна, Элой. Давайте попробуем выцеганить их. Может быть, придут. А мы их отсюда перелупим, например. Да, серьезно. То есть они придут тогда, когда я свалюсь туда вниз, получается, да? Хитро. Ну, там вот есть спуск, на самом деле. Ой, ну ладно. Ладно, разберемся. И с ними тоже разберемся. Такой, собственно, у нас выбор. Давайте, наверное... Что-то иногда стал подтупливать лук у меня. То есть нажимаешь, вроде звук кнопочки слышен. Клик-клик, но это самое. Подтупливает немножко. По идее, вот сейчас должны были появиться ловчие. Ты спускаешься, да, попадаешь на вот эти вот сигнальные шашки, и они выскакивают. Это железная птица. Ох ты. Это самолетик, смотри, ничего себе. Прикольный. Чем-то наш напоминает, да? Сушку нашу какую-нибудь. Не слишком разбираясь сильно в моделях. Но чем-то похож, да? Есть что-то такое от сушки. А может быть и нет. Может быть и никаких ловчих здесь нет. Но мне кажется, что есть. Я думаю, что что-то здесь должно сейчас произойти. И они должны прибереть. В итоге заапгрейдил я на удобство вот этот лук. Давайте посмотрим, как он натягивается. Ну, быстро, медленно. Не знаю, медленно, как по мне. Я бы хотел, конечно, немножко побыстрее все это дело тянуть. Может быть вернусь к старым своим лукам. Ну, а может быть буду привыкать к новым. Да, мне придется что-то выбросить. Вроде как луки должны быть нормальные. Но, честно, друзья, мне нужна скорость натяжки. И я просто не могу столько времени тратить. А вот там, кстати, что-то было. А ну-ка. Столько времени тратить на натяжение. Блин, мне так это порой напрягает просто безумно. Может, визор здесь что-нибудь найдет? Да визор-то найдет, Элой, вон. То, что нам нужно, скорее всего, зверина. А, нет, звериная фигурка. Да, вот что нам нужно, я думаю. Если бы сдвинуть эту летающую машину. Порой такие вообще прыжки делаешь немыслимой человеку неподвластной. Вот, как, например, вот этот. А здесь она тебе не могла зацепиться. А ты еще полетаешь. Теперь я могу перебраться. Куда? Осталось забраться. А, вон туда. Ё-моё. Это все ради вот этого вот? Это вся муть ради вот этого? Подожди, осмотреть что-то можно было, да? Из нее что-то вытащили. Может, найдется еще летучая машина. А, понятно. Нам нужно из нее достать. Все ясно. На самом деле вот она долетает, да? По всему видно, что она спокойно долетает. Но почему-то вот здесь должна быть именно такая анимация в этот момент. Вот замок двери. Надо изменить конфигурацию. Если эти нахальные техники думают, что я позволю им вламываться сюда и в наглую переписывать программы дронов... Хе-хе-хе-хе. Они серьезно недооценивают мою целеустремленность. Надо только переустановить замок. Эхо, Сьера, эхо. Ммм, вправо-вниз-вправо. А все мы здесь, кстати, собрали с вами? Ну, осмотрели, я имею в виду, вроде да. Представляете, вот здесь встретиться с Ловчим, да, в упор. В какой-нибудь такой комнатушке. Я не просил прислать кучу летающих камер. Мне нужна охрана, а не система наблюдения. А охрана подразумевает оружие. Помяните мое слово. Рано или поздно здесь произойдет крупный теракт. И я не допущу, чтобы из патронов у меня были только холостые. А, это вот тот крендель, который там, да? Про которого мы слышали в прошлых сериях. Начальник охраны здесь или что-то такое. Какая-то такая у него должность была. Может, визор найдет то, что я пропустила. Да подожди ты, Лови, вроде как пока не требуется. Но мы сейчас разберемся. Эту машину закрыли здесь и больше не трогали. А вот интересно, если бы я не уничтожил ловушки, появились бы эти? Кто там, Ловчи или Ходей, да? Так, а зачем? А, вот нам что нужно было, да? Понятно. Я думал, и выдвинуть нужно было бы интереснее и открыть что-нибудь. Будет нетрудно вытащить. Покажу шаману, как вернусь в грань песни. А, вот сейчас мы тут не одни. Что-то я даже в этом уверен. Какой-то звук такой. Не особо приятный, поэтому мы отсюда свалим иным путем. Прям вот так вот. А подожди, а тут метко светится, да? Покиньте ангар для дронов. Ага, блин. Ну давай, ладно. Че у нас там есть? Блин, че-то прожрет всю мою полоску с плюсиками, гад проклятущий. Один. Похоже на то. А вот эти грибочки, кстати, сейчас нам помогут восстановить полосочку обратно. Они, по-моему, лютые, да. По 50% дают. Ну хотя бы этот ловчий не такой. Оказался умный, как его сородичи, которые подскакивают, там, мечутся, прыгают постоянно вокруг тебя. Крутят версия своим длиннючим хвостом там. Метр четыре, наверное. Запросто тебе достанет. Кувыркайся. Кувыркайся, не кувыркайся, наплевать. Интересно, а если бы мы вышли просто телепортом, могли бы это сделать? Хороший вопрос. Именовать вообще эту схватку. Ну, схватка такая, лайтовая. По сравнению с тем, какие тут бывают схватки, это вообще лайтовая просто. В прошлой серии у меня безумно, у меня уже просто полыхало от этих медведей. Ну сколько можно их пихать за раз тебе? Три, два, что дальше? Пять медведей, десять. Выпускай всех, давай. После всего, что мы вытерпели от безумного короля, как мы можем доверять этим каратам? Если пока нет, но ты еще дышишь, значит ты покажи. Интересно, что он нам даст? Что за улучшение? Я подозреваю, что даст возможность вставлять в копье что-то. Либо вообще новое какое-то копье. Я имею в виду вставлять модификации, потому что модификации для копья у нас есть, а вот куда их вставлять, непонятно. Ты вот это... Тихо, тихо. Шаманские тайны нельзя произносить вслух. Ты вот это имел в виду? Привяжи его к копью, прикрепи к нему пока вот это. Потом ты найдешь еще. Почему ты мне помогаешь? Синий свет угасает, песни машин иссякают. И что делает совет? Сидят, поют, наблюдают. Хватит, мы должны бороться. А ты? О, ты борец. У нас общая цель. Насчет этого не знаю. Я даже не знаю, о какой цели речь. Но спасибо. Благодарность не нужна, только действие. Теперь я могу цеплять к копью разные детали. Хорошо? Можно попробовать улучшить копье. Хорошо. Скорее всего, так и есть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим модификации оружия. Да, вот наше копье и вот две модификации. Отлично. Ну что ж, давайте что-нибудь поставим. Что-нибудь поставим. Урон от копья, урон от копья, урон от копья. Да? Ну, выбор у нас невелик. Ставим урон от копья. Казалось бы, да? Что еще можно? Ну, окей, все. Повысили урон от копья. Теперь как бы понять, вот сколько оно. 69 у него урон, да? Наверное, это должно быть хорошо. Мне кажется. По крайней мере, вот критические такие атаки, да? Когда противник на земле обездвижен там как-то. И у нас есть возможность сделать сильную атаку. Мне кажется, вот прям должно. Должно помочь. А давайте, кстати, вот что посмотрим. У нас куча коробок есть, да? Давайте заберем барахлишко. Заодно будем посматривать, что там выпадает. Пока все фигня. Здесь шкура белки. Пламя горна, кстати, смотри. Интересно. Вот. Оружейная спираль. Хорошо. Две модификации, смотри. Вот это интересно, кстати. Ледомет. Ледошибанук. Вождь Вирака. Смотри, нам дали одежду. Прикольно. А я сюда даже и не смотрю на самом деле. Оружейная спираль. Модификация. Так. А интересно. Давайте-ка сейчас посмотрим. Модификации оружия. Копье. Давайте уберем и посмотрим. Может быть у нас что-то получше есть. Да нет, все то же самое, да? Урон от копья. Хорошо. Вставляем. Ну, в общем, все, друзья. Мы с вами красавчики молодцы. А ну-ка. Хоба. Хоба. Вот это я понимаю. Палочка. Выручалочка. Хорошо. А что у нас по навыкам? По навыкам у нас... Номер раз. Один навык. Хорошо. Смотрим, куда мы с вами дальше отправляемся. Куда-то на какой-то громовой барабан. А, вот сюда, да? Ну, погнали. А, здесь смотри, у нас с вами, да? Наша знакомая что-то хочет. Что интересное? Возможно. Обсудим. У меня есть ледошип. Такой же, как у Аратака. Хочешь взглянуть? Ты серьезно? Да, 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 с радостью. Так. Это явно недодумка. Если это заменить... Да, тогда... Хочешь верь, хочешь нет, но она работает. Мягко говоря. Ну, в полсилы. А почему она? Папка говорит, все оружие девочки. Даже и не понимает, что это комплимент. Послушай, будь у нас с тобой челюсть громозева, эта твоя красавица у нас бы просто запела. Я знаю, где добыть. Пойдешь со мной на охоту? Спрашиваешь, конечно. Так. Пламя горна. Давайте тоже вот это вот возьмем сразу. То, что плюется огнем? Типа такого? Забрала у разбойника озерам. Можешь улучшить? Ты вернула пламя горна? Ты одолела Алгруда и его головорезов. Она теперь твоя. Может, сначала закончишь? Сделай ее такой, какой она должна быть. Я уж думала, ты не попросишь. Мне понадобится рылу бурдюка. Любого бурдюка. Сама управишься? Ну, это мне по силам. Напомни, какая деталь нам нужна? Челюсть громозева. Больше ничего. Это твоя... Говорю уже. Только... Итак, охота на громозева. Их тут, кажется, не очень много. И я не то чтобы жалуюсь. Покинем зарубку и порыскаем. Во встрече долин. Буду ждать тебя там. С деталями лучше работать, пока металл теплый. А бургрент не будет возражать? Хм. Если громозев нам не страшен, то папка тоже. Ну, друзья, сами понимаете, громозев... Я не могу его не уважить. Могу на него не сходить. Поэтому да, мы сейчас отправимся, но... А что за честь поговорить? Да-да-да. Все правильно, брат. Сейчас мы с тобой тоже пообщаемся. Я слышал о тебе, охотница. Каждая эстрафа твоей песни повествует о невероятной победе. Эхо от нее слышно по всей зарубке. Не стоит верить каждому эхо. Это я знаю. Когда-то в Бануре звучала моя песня. Умнак. Охотник на легендарные машины. Затем я и пришел. За машиной. Ее зовут подземным когтем. Звали, когда я был моложе. Вот такой бы победой завершить мою песню. Я... Раньше я мог преодолеть путь от Банура до зарубки без ночлега. А теперь... Мои кости болят, охотница. Но ты... Ты обошла Ратака. Возглавила Верак. Если хотя бы часть твоей песни правдива, ты единственная, кто может пойти вместо меня. И поохотится за вас? Не только за меня. За старого друга. Чтобы я поохотилась за вас? Это какой-то обычай банук? Нам бы такой не помешал. Но нет. Мы боремся и побеждаем, пока не терпим поражения. Признаюсь, мне тяжело об этом просить. Будь это другая машина, я бы умер, как жил. Охотником. В славном бою. Но коготь оборвал уже слишком много жизней. Я ничего не добьюсь, пролив свою кровь пустую. Лучше жить в мире, где когтя больше нет, чем умереть, зная, что он продолжит свирепствовать. Похоже, ваше имя на слуху. Быть банук значит совершенствоваться до предела. Мой предел оказался выше, чем у многих. По земле рыскали грозные машины. И в юности я обнаружил в себе талант к охоте. Даже сейчас мое имя имеет вес. И когда вновь объявился коготь, Верак пришел ко мне. Вы все еще верите в себя, как верят эти люди? Может, верил. Пока не взял лук в дрожащие руки. Впервые заметил старческие пятна на костяшках. Как это странно быть старым. Смотреть назад и видеть долгий путь. Смотреть вперед и видеть стену. Это машина. Подземный коготь. Почему вы ради нее отправились в такую даль? В иных песнях бывает припев. Как возвращение к прошлому. Это уместно. Вы уже охотились на нее. Двадцать зим назад, не меньше. Мы были так близки к победе над Когтем. Ближе, чем кто-либо до и после. Мы? Я и мой друг. Он был вождь моего Верака. Умелый охотник. Каждые несколько зим коготь объявлялся на новом месте. Я знал двух вождей, которых он лишил жизни. Мой друг стал третьим. Эту охоту я хотел посвятить ему. Вижу, для вас это важно, Умнак. Вы правда хотите уступить мне эту охоту? Я больше не могу тягаться с Когтем. Если вообще мог. На этой охоте я погибну. В этом я не сомневаюсь. Кровь Банук в моих жилах требует, чтобы я сразился с ним сам. Но Когти надо уничтожить. А мертвецу это не по силам. Я поняла. Сделаю, что смогу. Я уверен, ты можешь многое. Говорят, что теперь подземный Коготь возвращается лишь раз в шесть зим. Я слышал, что он обосновался на северо-восточных краях зарубки. Удачи. Ага, вот с тобой я не прочь пообщаться. Так, интересно, кто это такой? Что за Коготь такой легендарный? Давайте-ка посмотрим. Ну тогда мы с вами... Нет, мы не пойдем по этим заданиям. Да, коль у нас еще прибавились дела. Я думаю, что обязательно мы с вами сейчас прогуляемся именно по этим. Подземный Коготь. Вот это интересно. Вот это интересно. Это у нас где-то... Где-то где? Где-то вот здесь. Оттуда, по идее, можно, наверное... Точнее, вот отсюда можно дойти, да? А там будет стоять еще и вышка эта. Ну что ж, давайте отправляться. Потом на громозилу сходим. Очень кстати подвернулись эти задания, потому что такое чувство, что мы туда-сюда и закончим здесь сюжет этого DLC. Вроде как уже к барабану отправились, да? Там, глядишь, и до демона недалеко. Кстати, здесь никаких заданий у нас не светится. Вроде по карте не видать. Интересно, а можем мы с вами срезать? Красиво. Вот так вот. Можем, хорошо. В итоге нам нужно куда-то вверх, да? Как-то проехать. Через ущелье. Может быть, Skyrim Style? Нет, тут Skyrim Style, конечно... Да. Высоковато маленько для Skyrim Style. Так, тогда давайте лошадушку вызовем. И отправимся с вами в путь. 400 метров, да, смотрите, но это по прямой. Мы, скорее всего, с вами проедем раза в два побольше. А ты можешь так, кстати, братан, делать? Подожди. Тут явно какая-то дорожка есть. Ну поехали ты, кочерыжка ты. Вот они понапридумывали этих дополнительных кнопок. Для какой цели надо shift нажимать во время езды? Совершенно непонятно. Почему? Просто нельзя вперед нажимать и ехать. То есть надо и вперед нажимать, и shift нажимать. То есть... Ну как-то я не знаю. Остановиться тоже просто так нельзя. В итоге какие-то совершенно непонятные затупки у этого коня постоянно. Он то на дыбы встает, то и то самое останавливается. Что-то перемудрено немножко здесь. Воу-воу-воу-воу. Извините, извините, я уехать. Моя уехать, говорю. Отстаньте. Отвалите. Все. Я сваливаю. Я думаю, что мы на правильном пути, мне кажется. Давайте-ка на карте посмотрим. Определенно. Определенно мы на правильном пути. Нас ждет какой-то легендарный бой с легендарнейшим врагом. Дедушка вон когда сожалеет обо всем. Слезай. Приехали. Да, смотрите, сюда вход прям. Вот так вот. А может просто слезть? Без понтовых вот этих входов. Вот ты где. Кто? Как у знака говорил. А кто это? Это медведь, наверное, да? Не, а блин, нет, пожалуйста, нет. Пожалуйста, нет. Это тварь поганая. Я их ненавижу просто. Это поможет. А не-не-не-не-не-не-не-не. До свидания. До свидания. Слушайте, давайте куда-нибудь повыше залезем. Мне кажется, в этом есть смысл. Только надо побыстрее это сделать. Просто возьмем его хитростью. Вот отсюда. Ай, нет, нельзя. Нельзя. Выше нельзя. Где ты? Вылезай. Я вижу тебя. Я слышу тебя. Вылезай. Так, побольше стрел положим пока. Подожди, их тут два, что ли? Вообще, вот эту шляпу, конечно, надо ломать нам первым делом. Иначе мы просто не затащим. Слишком долго будем колупаться с ним, поэтому погнали. Мы сейчас эту штуку развалим для начала. Поближе подойдем сейчас и развалим ее спокойно. Ай, как знал, сейчас выскочит. Выскочит. Короче, проще, наверное, развалить сперва эту штуковину. Потом сражаться с ним. Я хотел вот для начала лишить возможности закапываться. Получается так. Ну, слезь-то, Элой. Ну, е-мое. Ну, там можно просто перелезть и все. Без вот этих вот всех понтов непонятных. С прыжками, с этими и так далее. Так, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. А он ко мне уже идет, как я понимаю, да? Так, немножко. Хорошо. Блин, а тут две стрелы, кстати, не надо накладывать вообще. Нет смысла в этом никакого. Но он по-любому же не знает, где я. Нет, он знает, где я. Короче, как ни крути, надо сперва разваливать вот эту вот штуковину. Ой, жесть. Сейчас будет трясти, короче. Мы никогда в жизнь не попадем в эту фигню. Он просто сейчас начнет спамить вот этими атаками из-под земли. И все, и забей. Все. Все, чувак. Все, чувак. Все. Обломайся. На, подъешь. Есть. Есть. Сколько же у тебя этих копыт Надо отстрелить сперва, чтобы Нужно было с тобой решать вопросы Нормально Да жесть, ну боже мой Ну хорош ты, чувак, дай ты отойти от тебя Хоть на какое-нибудь расстояние Как же ты запарился этими прыжками безумными Почему ты закапываться продолжаешь? Мне просто интересно По какой причине ты продолжаешь это делать? Давайте что-то другое тогда попробуем Продолжение следует... Как это работает? Объясните мне, вот как от него вообще можно уклониться? По какому принципу? Как понять, где он выскочит и когда он это сделает? Ну, такое чувство, что мне сейчас не хватит ни зелий, ни полоски, ты нифига. Так, ладно, в принципе, тактика, кстати, работала с этой, с заморозкой. Ой, сейчас выпрыгнет, все, мне край. Дождя, а если мы бомбами? Так, ну в принципе, смотри, да, тактика, в общем-то, работает, но сейчас, скорее всего, мы выхватим. Я думаю. Не, не то, не то, не то, не то, не то. Теперь будет помягче. Да, та еще тварь. Подземный коготь. Омнак не соврал, ты впрямь силен. Ну, наверное, я скажу так вот от себя, это, пожалуй, самый сильный противник. Самый сильный и самый сложный. Ни медведь, ни волк, ни громозев, ни кто-либо вообще из них не сравнится с этой тварью. Он и так-то, другая версия его, обычная, безумно сильный просто. А здесь вообще что-то прям очень. Плюс еще под этой башней, то есть башню надо прям первым делом валить, ломать. Неужели тут цветочков таких не будет? Цветочки есть, но, по-моему, это не те, которые нам нужны. Что-то я прям это, выдохся с ним на самом деле. Всю полоску мою сожрал, гад проклятый. С громозевом, как биться-то. Ну, давайте, ладно, вернемся, расскажем. Это получается такая ледяная вариация, да? Блин, да какие корни печеночные? Зачем они мне нужны? Где, блин, мои эти? Короче, тут растет все, что нужно, кроме хилищей травки вот этой, да, лечебной. А чё Илой так нелепо бегает по снегу? В чём прикол? Почему у меня такая походка? Так, ладно, погнали, расскажем дедушке, что попа у нас порвалась. Но мы это сделали. И получается смысл в том, друзья, что ты бежишь вперед, ты не можешь посмотреть назад толком, где он там выскочит, когда. Ты только по звуку можешь ориентироваться, что-то там понимать, что он рядом, не рядом. Ой, жёсткий, жёсткий чувак. Было трудно, но больше этот камнегрыз никому не принесёт бед. Подземного когтя сразила вождь-странница. Эту строфу твои песни услышат многие. Мне сложно к этому привыкнуть. Песня нередко приукрашивает заслуги человека. Но это исключение. И ты оказала мне большую услугу. Мой враг погребён, как и многие убитые мохотники. Мой друг, мой вождь. Он будет рад, что никого не постигнет его участь. Прими этот дар. Ты исполна его заслужила. Один самоцвет? Да. Спасибо. Мне тут за какие-то вообще дела и поменьше давали побольше. Ну ладно, ладно. Дедушка хороший, на самом деле. Дедушка классный. Давайте-ка вот сюда зайдём. И кое-что сейчас с вами сделаем. Не знаете что? Впервые в жизни я буду покупать зелья. Когда в жизни их не покупал. Жесть. Ну давайте, ладно, накупим. Пускай валяется. Потому что, судя по тому, как тут дела идут, полоска эта просто вылетает вообще в труху. Так, смотрим дальше, друзья. У нас с вами по списку дядя Громозев. Слушай, а давай бурдюка, наверное, это самое, вольнём. В принципе, они тут есть где-то. Где-то, говорю, есть они тут. Я говорю, где-то есть. А где? А где-то есть. Вот так вот. Вот и думайте, где. Блин. Крокодилы. Львы и гориллы. А какие бурдюки нужны, кстати? Вот эти или не вот эти? А, она сказала, любого бурдюка, да? Значит, эти подойдут. Блин, ну подожди. Ну были же бурдюки. Прям, ну не жили. А, вот они, всё, есть. А здесь и травочка, кстати. Травочка-муравочка. Никогда не знаешь, когда пригодится. Ой, я знаю, Элло. Я тебе расскажу потом. Подожди. Я тебе потом всё расскажу. Так, а это какие, кстати? Это же огненные, да? Значит, мы его будем сейчас морозить. Да. Но там ещё кто-то есть. Отсюда вижу уже боковым взглядом, кто-то там щемится, крадётся, прётся. Слушай, а я ни разу на них не испытывал вот эти стрелы. А почему бы сейчас это не попробовать? Понятно, что блок заканчивается, но всё же. А, там просто три бурдюка, да? Блин, они так классно стоят. Вот прям, вот, вот, прям раз, прям два и всё. Потом раз, два, три и всё. Ай, блин. В хряпку. Хотел вот сюда. О-о-о-о. О-о-о. Вот это да. А бащи, бащи, друг. Бащи. Бащи, не напирай так. Да не напирай ты так. Я хочу пульнуть тебе вот в дышло твое, вот в это вот. Он ранен. Да ты тоже получила по щам слегка. Так, окей. Короче, вот на добивку надо что-то придумать, потому что вроде ты основную работу сделал, вот как его дальше добить красиво. Приходится вот полупать его, да, по чуть-чуть. Ну, хотя бы в хряпку попал, уже хорошо. Ай, не дотянул немножко, да? Всё. А вот на том сейчас мы с вами затестим вот эти стрелы. Хочу всё-таки попробовать, что они ему делают. Какой урон наносят. Куда-нибудь, куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь вот сюда. Ну, короче, непонятно. Интересно, а что если... А, пролетело мимо, походу, да? Ну-ка, а что на бачок повесите? Нет, ничего не наносят, короче, они. А ну-ка попробуем сейчас вот такими, высокоточные. Как они дамажат, интересно. Тянем-потянем. 800, тем не менее, смотри. Ну, кстати, до сих пор не взорвал, да? Смотри. Попробуем сейчас взорвать. Стопуля. Стопуля. Стопуля, друг. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Недал дотянуть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти он так себе на самом деле мог бы и пошустрее гореть горит слабенько сюжет бурдюк не взорвался кстати да ну-ка можем его полыхнуть ну да смотри ну вот теперь варга сможет доделать оружие где-то там звуки боя продолжаются пищ-пищ-пищ пульки летят а здесь кстати очень хорошие вот эти вот цветочки растут надо прям прошвырнуться что-то их тут в одном месте прям три штуки смотри блин это вызов это вызов друзья мы его принимаем сейчас сделаем все красиво правда а гребу сейчас наверное по щам потому что да у меня и лечилок мало ну ладно неважно это уже будут мои проблемы как говорится смотри стоит а просто кайф о есть все сейчас будет метаться будет метаться но я но я его не заморозил я его не заморозил сейчас заморозил блин мой красиво ай ты умница моя чуть я понял что он встает раньше чем я все эти прибамбасы сделал свои 4 понимаю что он сейчас встанет и я прилягу наверное стать есть кто-нибудь рядом самом деле можно было бы например до завалить его потом пойти на бурдюков и развалить их с этой пушки всех там просто затрепать нещадно в принципе получилось тоже неплохо так свежий корень возьмем 48 дает кстати свежий да смотри и дорога смотри здесь залежи вообще потрясающе вот это да вот это я одобряю видимо рядом с респауном этих волков да такие корешки растут кайфовые ну ка есть еще не палочки возьмем палочки кончаются дуря всего лишь 1300 это это мало я и побольше собирал тоже смотри свежий да прикольно так это мы сейчас тут с вами забьем полосочку это будет очень кстати перед боем с громозевом да давайте-ка мы займемся общественно полезными работами и прополем здешний огородик так коробочка катя смотри поэт учит много всего возьмем ой свежие корневища пошли кайф можно хранить можно обязательно так ну что ж давайте добивать наверное нам осталось три-четыре цветочка даже я думаю меньше гораздо и пойдем на громозева сегодня мы с вами наверное не дойдем до основного сюжета ну да это не страшно потому что это без основного сюжета друзья вполне интересно воевать особенно когда у тебя есть возможность все это дело спланировать вот например как с волком да когда они появляются из-за спины три медведя не начинаете рвать тут же мгновенно да у тебя есть возможность реально спланировать все а все мы с вами до собрали хорошо ну что тогда вернуться к варге а мы без этого не можем да даже дела вот давайте вот это сделаем в зоне обитания громозева это у нас это у нас это ооо смотри где это у нас блин ну ближайший кастерок вот этот только потому что по идее друзья в этом мире суть войны с этими роботами и судьбой с этими роботами это вот именно такая диверсионная работа то есть ты расставил ловушки там какие-то канаты натянул нити там и прочее взрывные там или что-то заманил взорвал как-то победил открытый бой когда он вылетает на тебя понятно что преимущество у него причем ну практически все преимущество она за ним а здесь получается что ты должен работать как партизан как диверсант стыла натрепал ему и все и красавец молодец так 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 нет не хочу давайте обойдем что ближе кастерка не нашлось да подожди а там громозелы есть а да я знаю это место блин я знаю это место и там скорее всего есть костерки я просто туда никогда не ходил ой а это что у нас здесь заметочка кайт смотри шпилки с шпилки с шпилки с прикольно про меня интересно здесь по моему еще ходит этот и лозу он кстати он топает где-то отсюда слышу он он ладно черт с ним исходит а вон громозев громозяка мистер громозяка ну ладно мы его тоже сейчас пока не будем трогать пойдем сваркой встретимся и потом уже натрепим ему знатно надо бы попробовать его поморозить сейчас активно так ой вот это я зря наверное нет сейчас попробуем немножко поморозить красавцы этого я готова а ты готова вроде как все у нас в порядке да приятно отдохнуть от снега и так громозева нашли ну я готова виде стоит снегу и говорит приятно отдохнуть от снега а ты и молодец правда с погодкой друзья нам не фартануло бы сейчас крайне плохо все видно но мы что-нибудь придумаем а кстати подожди метод громозев хотел сказать что здесь этот пилозуб смотрю на его вот эти вот сверху антенки и кажется что пила зуб на самом деле нет так ну что заряжаем да и навешиваем ему на пушки для начала так минус пушка хорошо минус пушка хорошо сейчас друзья нам надо кое-что сделать нам бы желательно подбираться уже поближе так замерз он замерз отлетела да твали ты чертик и проклятый сейчас три плану просто три плану сказал вот так вот что сделаю тебе все досвидули так хорошо громозев лежит да а мы что подожди друг он давай замерзай да ты запарил что ты как неродной на так что мы дальше будем делать не знаю будем наверное трепать его смотри у него антенки там да за это самое завращались от удовольствия видимо да ладно вы еще здесь серьезно а изи А, так они слетелись на Громозева, да? Трепать моего Громозева. Сидеть. Всем. Так, ну неплохо, кстати, отработали, да? Классно. По тактике все четко. Заморозили. Пушки отстрелили. Пушки разрядили. Моя очередь. Подожди. Подожди. Я тебе говорю, моя очередь. Бум. Ха-ха-ха. Так, ну все. Я думаю, да? И погодка сразу, да? Смотрите. Громозева убили, и погодка сразу стала хорошей. Доброта прям так и льется. А что там такое? А, мы не замутали его. Точняк. Точняк, точняк. Слушай, а там кто опять, не пойму? А, это эти разлетелись. Поники-барашки. А Варга здесь, кстати? Да, вон она стоит. Есть. Она прекрасна. Что такое обычное копье? Ткнул, насадил все. Скука. Я настроила ток морозильной воды, прицепила пусковой модуль, и теперь она стреляет ледяными шипами. Та-дам! А ты не шутила? Она стала красивее и мощнее. Тут уж даю гарантию. Ну, ты постаралась на славу. Я же мастер. Рада, что она в твоих руках. Я принесла деталь. Что ты хотела сделать с пламенем горна? Наконец-то! Она у меня бедная заброшена. Вот прямо как я у моего папки. Она готова, и она твоя. Только будь с ней помягче. Неплохо. Я думала, будет вроде как пылающий конотомет. Не, она и так была почти безупречна. Это же оригинальная модель от Варги. Спасибо, Варга. Это очень хорошее оружие. Смеешься? Да я сто лет так не веселилась. Это тебе спасибо. Но оружие-то получила я. Не могу брать с тебя плату. Все-таки я занималась любимым делом. Только папки не говори. Держи. Я за работой такого добра по многу перебираю. Может тебе пригодится. Самоцветик, да, Дала? Хорошо. Спасибо тебе, Варга. Спасибо. Ну что ж, давайте посмотрим, что в итоге нам там надавали такого интересного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, это у нас чисто заморозка получается, да? Боеприпасы 20. Это у нас огонь. То есть, по сути, мы можем наши пращи заменить, да, вот этими вот штуками. То есть, это молния, заморозка и огонь. Но это три разных оружия, друзья. Это реально нужно прям только с ними, наверное, и ходить. Ну, не знаю, не знаю. Пока, наверное, не буду прощеменять. Пускай остаются. Ну, спасибо. Смотри, фиолетка поперла. Скорее всего, принцип работы ровно тот же, да? Давайте вот проверим просто ради интереса. Вместо какого? Вместо вот этого ударный лук. Поставим, например, огненную штуку, да? Нет, это получается ледяная у нас, да? А, у нас, кстати, скорее всего... А, вот как это работает, да? То есть, осколки. Вот так. Ледяная пушка. А это... Ледомет. Ну-ка, ледяная пушка. Пойдем-ка куда-нибудь прогуляемся. Где у нас кто-то поблизости есть? Где-то были крокодилы, по-моему, здесь недалеко. Ой, Элой, куда ты упала? Зачем? Вылезай. Просто сейчас затестим. Что, собственно, эта пушка, супер пушка дает. Ну вот, у нас есть вот этот товарищ, да? А, вот так вот, да? Сейчас познакомимся. Ну, примерно понятно. Ну все, понял, понял, в чем прикол. Понял, понял. Понял, понял. Надо успеть тебя добить. До того, как ты... Разявишь свою хлеборезку. Ну, в целом, понятно. Вторая пушка будет, соответственно, пуляться огнем и зажигать, да? Ну, не знаю, не знаю. Пока, наверное, воздержусь я от использования этого оружия. А вон, сейчас давайте попробуем эту огненную на рыскарях. Они там недалеко. Это у нас вот это получается, да, огненное. Не апгрейшенную, просто попробуем и все. Ради интереса. Это оружие. Прям фаерболы сейчас, как зарядим. А, то есть вот так. Ну, само вылетает. Что-то это, слушай, что-то люто. Слушай, а вот это мне нравится. Вот это мне определенно нравится. Смотри, какой геноцид просто устроили, да? Колоссальный. Неплохо. Вот здесь крокодилы есть. Погнали сейчас с ними закусимся. Там наверху кто-то перенапрягся. Ну, ладно. Вон они. Где-то здесь должны быть. Ну, по крайней мере, здесь они были. Но, скорее всего, боеприпасы будут дорогущими. Капец, да? По 20 жесть. По 20, друзья. Огнежар просто в дудку вылетает. Так, а где крокодильчики мои? А, вон они. Блин, а как-то надо подманить, короче. Бу-бух. Раздели, пацана. Так, давай, иди сюда. Идешь? Нет? Ну, выходи. Вон, братан уже вышел твой. А, смотри, не долетает, да? Так, нужно смотреть тылы, чтобы к нам, да, не подкрались. В принципе, смотрю, он прям вгорает, да, целиком. И он меня не видит. Прикол. Так, хорошо. Те тоже встрепенулись, пацаны, да? И вот эти встрепенулись. И там рыскарь есть. Ну, рыскарь мы сейчас прям вообще красиво с вами сфармим. А ну-ка. Рыскарь, ты где? Отстань, лой. Ты уже всех достала здесь. Рыскарь, уходи. Что, как-то не особо. Слушай, того прям сдули. Хочу еще попробовать вот эту штуку. Лютую. Бум. Они меня ищут. Да они в упорте не видят, лой. Кто-то ищет, а никто-то не ищет. Никому-то не нужна. Вон. Трепим братана, да? Он стоит и не втыкает вообще. Где проблемы? Ну, в общем, прикольная штука, конечно, друзья. Но, как говорится, пользоваться ей я не буду. Потому что слишком дорогие боеприпасы. Может быть, под конец игры попробуем ее где-нибудь там в лютых замесах. Но огнежар просто будет в трубу вылетать весь вообще. Нифига не успеешь. В бою даже не хватит запасов твоих. Берем. Жарит, конечно, офигенно эта штука. Но нет. Пожалуй, воздержусь. Так, ну что ж. На сегодня, я думаю, что все. Ничего нового не будем. Уже сейчас с вами начинать, да? Новенькое начнется у нас в следующей серии. Скорее всего, пойдем по основному сюжету. Куда-то там на громовой барабан полезем. Но на всякий случай, давайте все же посмотрим, что у нас здесь есть. Побочные. Барьер. Поговорить с аратаком. Но это, скорее всего, и есть, да, наше не побочное, а основное в зарубке. Три синих самоцвета нам дадут. Хорошо. Дела. Здесь у нас только охота. Три охотничьих угодья. Но я что-то как-то решил их не проходить. Неплохо повоевали. Классно разжились новым типом оружия. Определенно интересное, но, наверное, нет. Слишком много всего нового, нового оружия. Особенно нужно еще к этим лукам привыкнуть. Луки тоже такие подозрительные. Подозрительные, сомнительные полезности. Вроде бы полезные, да? Но слишком долго тянутся, слишком долго, да, выцеливать и так далее. Ну, на сегодня все, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.